Эти специалисты могут с точностью до миллиметра посчитать, сколько завтра выпадет снега. Знают, где будет шквалистый ветер, а где метель. Железнодорожные синоптики круглосуточно следят за погодой по всей России. Их прогнозы помогают подготовить магистраль к любым природным катаклизмам. В основном это все-таки творческая работа, потому что сколько синоптиков, как говорят, столько прогнозов. Ну, природа есть природа, не всегда тоже наши прогнозы оправдываются, но, как правило, это очень редко бывает. Профессия железнодорожного синоптика появилась в 20-х годах прошлого века, когда на Октябрьской магистрали были созданы первые метеостанции и водомерные посты. Специалисты следили за их работой и ежедневно инспектировали данные. Спустя 10 лет транспортные синоптики получили доступ к информации Всесоюзной гидрометеослужбы. С этого момента их главной задачей стало предупреждение железнодорожников об опасных погодных явлениях. Точный прогноз погоды для железной дороги важен не меньше, чем для авиации. Электрикам контактной сети необходимо знать, где и когда пройдет ледяной дождь. Путейцам сколько снега выпадет на пути, а машинисты должны учитывать даже небольшие перепады температуры на каждом перегоне. Такой специфической информации нет в обычном прогнозе гидрометцентра. За нее отвечают железнодорожные синоптики. Метеорологическая информация важна всем на железной дороге. Вот недавно были морозы в Сибири. Все отработали нормально, потому что были готовы. То есть получили наш прогноз, определенные мероприятия провели, проехали, все хорошо. Железнодорожные синоптики, они же метеорологи, не составляют общий прогноз погоды. Они рассматривают все климатические явления только с точки зрения работы железной дороги. Их главная задача – предсказывать опасные для магистрали удары стихии и предупреждать о них все причастные службы. Это снег, дождь, ну все виды осадков, сильный ветер, который также мешает работе железнодорожного транспорта, потому что могут падать те же деревья на провода, соответственно, происходить обрывы контактов. Плюс ко всему мы отслеживаем половодье. Сейчас весной пойдет, начнет потапливать пути, станции, мосты. И еще одно из наиболее опасных явлений для работы железнодорожного транспорта, и не только, это являются землетрясения. Железнодорожные синоптики ежедневно составляют специализированные прогнозы погоды по каждому квадратному километру на всех 16 железных дорогах страны. Эти данные они обновляют 8 раз в сутки. Главный отдел гидрометеорологии РЖД находится в Москве, в Центральной дирекции инфраструктуры. Здесь синоптики, не покидая своего рабочего места, предсказывают опасные погодные явления для любого региона России. Климат меняется. Погода зачастую приносит большие сюрпризы, и поэтому синоптик сидит, отслеживает и прогнозирует круглосуточно. Большая часть рабочего времени синоптика уходит на сбор и анализ огромного количества метеоданных со всего мира. Нет ли тайфунов в Японии? Какие циклоны сейчас в Европе, а какие в Азии? Чтобы ответить на эти вопросы, раз в три часа метеоролог проверяет около 15 иностранных моделей прогнозирования, а после изучает данные всех метеостанций гидрометцентра. Установленные на них приборы фиксируют давление, скорость ветра, влажность, температуру и количество осадков. Метеостанции у Росгидромета более 1300. Соответственно, синоптик, который находится здесь на дежурстве, мониторит каждые три часа более 1300 станций. После анализа метеоданных синоптик приступает к самой ответственной части своей работы – прогнозированию. За каждым его прогнозом стоят сложные математические расчеты, основанные на безупречном знании физики и географии. Предполагаемую температуру и все опасные для железной дороги явления метеоролог записывает на распечатанной карте России. На ее основании он готовит доклад для руководства РЖД. То есть это карта не фактического состояния погоды, а то, что мы будем ожидать через 36 часов от исходного периода. Сюда мы наносим осадки. Соответственно, есть таблица, по которой можно прочитать, где чего, что будет ждать. Если в одном из регионов в ближайшие дни ожидается опасное природное явление, синоптик выписывает штормовое предупреждение. Это документ, в котором содержится вся информация о месте, времени, скорости ветра, интенсивности и продолжительности осадков. Допустим, завтра будет выходить циклон с Казахстана на Западно-Сибирск. Я сегодня на совещании предупредил, пришел сюда, выписали штормовое предупреждение и отправили на Западно-Сибирск. Есть определенные мероприятия, которые они должны выполнить. Существуют регламенты действий по тем или иным прогнозным данным. В среднем за сутки синоптик выписывает от пяти до семи штормовых предупреждений. О каждом опасном погодном явлении он должен предупредить дорогу как минимум за шесть часов до его начала. Погода может существенно различаться не только в пределах региона, но даже на соседних станциях. Так, в Сибири температура в начале длинного перегона может быть минус 25 градусов, а в конце доходить до критичных минус 40. Поэтому в каждом отделении российских железных дорог есть собственный региональный сектор метеорологии. Его задача – максимально уточнить данные по штормовому предупреждению, полученному из центра. Отдел гидрометеорологии ЦДИ составляет более общий прогноз по дороге. Этот прогноз – штормовое предупреждение, да, спускается на дорогу. Синоптики, которые находятся на дорогах, детализируют эти прогнозы по регионам и даже вплоть до перегона. Утро – самое напряженное время суток для синоптиков. Ровно к 9 часам каждая железнодорожная служба региона должна получить свой метеорологический бюллетень. Чтобы подготовить его, синоптик приходит на работу к половине седьмого утра. Он анализирует штормовые предупреждения, составленные коллегами в ЦДИ, изучает данные местных метеостанций гидрометцентра и проверяет показания железнодорожных метеоприборов. Только после этого синоптик может составить уточненный прогноз погоды для своего участка. На первые трое суток, да, идет детальный прогноз – температура, ветер, осадки, вид осадков и наличие или отсутствие опасных явлений, которые прогнозируются на данный период. И на последующие 4-5 дней там идет уже такой, ну, можно сказать, обобщенный прогноз. Просто мы определяем какие-то вот тенденции развития атмосферных процессов, температуру, ветер, там какие-то, ставим акценты. Не позднее 8 утра синоптики распечатывают метеорологические бюллетени и новые штормовые предупреждения. Они передают эти документы начальникам всех железнодорожных служб своего региона и докладывают, какие трудности погода преподнесет в ближайшие сутки. Минимальная температура какие ожидается? Значит, вчера выписали штормовое предупреждение, с 22 по 28 число по дороге ожидаем температуры минимальной ночью до минус 25, минус 30 градусов. Прогнозы синоптиков помогают всем железнодорожным службам спланировать свою работу. Сколько человек отправить на очистку путей, где потребуется специализированная техника и на каких участках машинистам необходимо будет снизить скорость движения. Все это решается на основании метеорологического бюллетеня. Весь подвижной состав, вся инфраструктура, все это находится под прямым воздействием всех атмосферных явлений, которые наблюдаются на территории Российской Федерации, ну и в общем-то, если говорить, например, по всей планете. Сегодня на российских железных дорогах работает около 50 синоптиков. Они отслеживают погоду на каждом километре сети РЖД. РЖД.